Это диск, это два тела позвонков. Конечно, тела позвонков все-таки круглые, круглых табуреток тренировочных нет. Поэтому так, главное, у нас есть поверхность тела позвонка, сам диск и поверхность тела другого позвонка. То есть, в общем-то, нам нужна вот эта часть. Все вот это остальное не столь важно. Проблема в чем? Проблема в том, что информации на эту тему очень мало, и она очень противоречива. Но, в принципе, есть два лагеря. Есть те, которые говорят, что грыжа зло, ее надо резать, с нейрохирургами во главе. А есть другие люди, которые говорят, ребята, грыжа здесь вообще ни при чем. Вообще, что вы докопались до бедного межпозвонкового диска? Он работает как может. Ну, в этом лагере много мануальных терапевтов, но и я среди них. И чтобы было это как-то аргументировано, начнем с вопроса. То есть, что беспокоит человека вообще, который пришел к неврологу, к нейрохирургу, ну, куда угодно, в общем, со спиной он пришел. Его беспокоит, как правило, боль, нарушение подвижности, невозможность в статичной позе находиться. То есть, тяжело сидеть, болит спина. Невозможно наклоняться, опять болит спина. И вообще, она всегда болит. Плюс, потом его начинают беспокоить уже боли по бедрам, по ногам вплоть до пяток. То есть, распространение спазма. И уж самая тяжелая ситуация, это зажатие нерва. То есть, когда что-то не имеет или вообще мышца не работает. И почему-то общественное мнение смещается в сторону того, что все, что я перечислил, это все виновата грыжа, а значит ее надо отрезать. Давайте попробуем разобраться. Вещество диска может выпититься до спинного мозга, то есть назад. На 9 миллиметров и спинной мозг все еще не задевать. Она может выпититься в стороны на 6 миллиметров и не задевать корешки. То есть, вот грыжа уже есть, а зажатия корешка еще нет. У человека уже есть боль, уже есть нарушение подвижности и нарушение статики, но нервы еще не зажаты. Что думаете, нервы с такими делают? Вот в моей практике поголовно-шлютную операцию. Спрашивается, вот если вот этот диск, пусть даже он выпячивается, а я нервная ткань и между нами есть пространство. Вот мне нервная ткань и чем грыжа помешала? Дальше. Вообще вопрос, откуда берется грыжа, он вообще не решен. И проблема в том, вот на мой взгляд, что вот эти между двумя лагерями, они спорят, не понимая и даже не хотя разбираться, откуда взялась грыжа. Так вот, мои практические наблюдения очень просты. Вот до тех пор, пока параллельны поверхности тел позвонков, до тех пор, пока они стоят ровно, до тех пор, пока остистые отростки стоят в линии, то есть при взгляде сзади позвонок стоит над позвонком. Вот до тех пор у человека грыжи не будет или будет какая-нибудь протрузия 3-4 мм. А грыжа возникает, тогда нужно два фактора, подчеркиваю, это важно. Когда, во-первых, идет перекос позвонка, скрутка, то есть в бок уехал позвонок, и при этом он еще и перекашивается и начинает при каждом вот так вот движении вот сюда это вещество просто выдавливать. То есть вот раскачивается позвонок в движении, я вот так вот сделаю раз 200, и вот здесь вот уже собирается грыжа. То есть уже поверхность тела позвонка поехала и уже вот так вот выдавливает под собой диск. Причем грыжа растет годами. Представьте, сколько таких движений совершается. Видно, да, насколько перекашивает. То есть вот эта вот тумбочка, аналог тела позвонка. Допустим, внизу все хорошо, а вот здесь идет перекос. Достанется тому диску, который под перекошенным позвонком. Здесь-то тоже параллельность уже потеряна. Но чем ниже поясница, тем больше просто физическая нагрузка. Здесь начинает выпячивать. Так вот, у этой теории есть противники, которые заявляют, что, мол, не соответствуют поверхности, выдавливающие, направлению грыжи. Что иногда грыжа растет там, где меньше места, а не там, где места больше. Хотя, если бы, мол, типа теория клиновидного выдавливания была права, то выдавливала бы туда, где больше места. Так вот, все эти замечательные деятели не берут в расчет кровоснабжение. То есть межпозвонковый диск, структура живая. Так же, как ваша кожа, не может быть без кровотока. И будучи нарушенным кровоток, здесь сразу будет трофическая язва, в том месте, где кровоток нарушен. Точно так же и диск, пусть он и питается диффузно. То есть диффузно, это значит, что вот к телам позвонков кровеносные сосуды подходят. А вот этому, сколько пройдет через ткань. То есть вот здесь есть кровь в сосудах, здесь есть кровь в сосудах, здесь нет крови в сосудах. И сюда оно потихонечку так пропитывается, это питание. То есть диск вообще изначально на пайке. Я всегда говорю, что там, где свернутый позвонок, там из-за мышечного спазма нарушена микроциркуляция. Микроциркуляция нарушена самого тела позвонка, рядом мышц, которые есть. Вплоть до того, что часть диска, часть спинного мозга может иметь нарушенное кровоснабжение. Скрутка, выдавливание и нарушение кровоснабжения. То есть сама вот эта вот скрутка, ведь диск с телом позвонка он же срочен. То есть скручивает не только тела позвонков, но и ткань диска. Вот так вот. Это здесь она прочная. А в живом-то организме она все-таки тянется, ну как кожа. То есть она прочная, но немного она тянется. И представьте, перекрученная вот эта вот стенка, ну допустим передняя. С нарушенным кровоснабжением, с каким-то давлением на себя, каким-то абсолютно неадекватным. Это вместо распределенной нагрузки. Либо вот так на нее, либо вот так. Эта стенка держится годами, не давая грыжи выпититься настолько, чтобы задавить там нерв или корешок. То есть надежность человеческого организма очень высокая, но обстоятельства против него. В общем, сочетание именно трех факторов скрутки, давления и спазма вокруг, то есть нарушения кровоснабжения, это то, с чем не работают нейрохирурги. Они даже не заявляют, что они будут с этим работать. Поэтому ситуация выглядит очень просто. Вот приходит ко мне человек после операции лазерной удаления там межпозвонковой грыжи. Над грыжей позвонок свернут наверх и в сторону. При таких условиях грыжа должна быть задней больше вправо, она у него задняя больше вправо. То есть по направлению к спинному мозгу и к правому корешку. И мы ее отрезали. У него сохраняется вокруг мышечный спазм. Позвонок свернут, мышечный спазм вокруг сохраняется. Значит нарушение кровоснабжения есть. Из-за свернутого позвонка он также не может стоять, ходить столько, сколько бы ему хотелось. Единственное, чего у него ушло, это непосредственно поджатие правого корешка. То есть у него онемение прошло на ноге. Все. Вот с этого, кстати, начиналось развитие нейрохирургии с точки зрения удаления грыжи. Грыжу оперировали тогда, когда она конкретно задавливала нерв в канале. И я согласен, там нет другого выхода. Все, ну разваливается диск. Только отрезать и чтобы, не дай бог, весь не развалился. Вот во всех остальных случаях нейрохирурги чем пытаются заниматься? Большой открытый вопрос. Ну так вот, когда он лежал на столе, в принципе можно было вправлять этот позвонок двумя пальцами. Там даже особо не нужно давить. Мы ему поставили, к вопросу, работали я с грыжами. Конечно, работаю. Мы ему поставили позвонок, там больших манипуляций нельзя было. Аккуратно разблокировали крестец и вот этот. Я говорю, слушай, недавно у тебя этот рубец, кровоснабжение нарушено. Ты сейчас идешь занимаешься, туда подаешь кровоток. Оно рубцуется все. Тебе уже будет полегче. Потом на правку дальше придешь. Понял, понял. Все, он уходит. Через какое-то время приходит. Я говорю, ну как? Он такой, вообще нормально. И вдруг до человека доходит. Слушай, говорит, о чем мол, так все печально. Я мог вообще не попадать на операцию. Говорю, ну ты понимаешь, с моей точки зрения тебе там особо нечего делать. Потому что если грыжа еще не очень большая, если она конкретно не вдавила нерв, если она только его еще поддавливает, то есть онемение не 24 на 7, а не менее, если оно приходящее, пришло, ушло, пришло, ушло, то выравнивая положение позвонка, мы снимаем давление на этот участок, и грыжа, нет, она не уходит. Но если там есть хотя бы полмиллиметровый запас, она нерв больше не трогает. Усиленный кровоток позволяет ей укрепляться в стенке, она перестает расти дальше. Плюс, ну выровненный позвоночник, то есть вот эта вся диффузия, все она нормально протекает, ремонт всех тканей происходит, и диска тоже. Нет у меня данных насчет того, будет ли она подвергаться обратной резорции, но практика четко показывает, она перестает дальше расти, симптоматика уходит, люди об этом больше не думают. Собственно, не только моя практика, но почти всех мануальных терапевтов, из тех, кто работает достаточно аккуратно. У костоправов там свои техники, верить во все это или нет. Ну, прицепиться своим вниманием можно к чему угодно, начиная с того, что я вещаю все это без халата, заканчивая тем, кто я такой, где-то там на видеохостинге смотрю что-то видео. Но это практика, и вот этим вот вещам всегда были и есть подтверждения. Но другое дело, что больших научных исследований на эту тему не случилось, и вряд ли случится. Но кому это выгодно? Нейрохирургам, которые более дорогое оборудование покупают с каждым разом? Или тем деятелям, которые считают, что если мы отрезали грыжу, то теперь человек пойдет работать, а у него как была боль и невозможность наклониться, так и остается. То есть, что толку, не вернули трудоспособность этой операции? Вопрос очень сложный, поэтому я предлагаю каждому решать самому, проверять на себе, общаться с теми, кому вы доверяете. В крайнем случае всегда будет ваш опыт. То есть, что бы я ни сказал, что бы кто угодно другой не сказал. Если вы это смотрите и это относится к вам, то ваш опыт поставит точку в любом споре. Ну и я хотел бы примирить враждующие лагеря очень простым образом, в принципе так, как это было еще лет десять назад. Нервхирурги оперировали тогда, когда оперировать необходимо, то есть, когда нерв конкретно задавлен, когда диск конкретно разрушен. В остальных случаях применялись консервативные методики. Вытяжение, мануальная терапия, ЛФК. Вытяжка, подготовка, сама по себе манипуляция, ЛФК для закрепления. На каком уровне находится современный ЛФК, комментировать не буду. Своим я рекомендую только те упражнения, которые показываю я лично, и то только те из всего показанного, что им нужны на конкретный момент. В общую ЛФК не отправляю никого, думаю отправлять не буду. Там тоже все не так просто. Но схема лечения, если не оперативная, то выглядит очень просто. Ну, выглядит. Она не простая, но не такая и сложная. Выровнять положение позвонка. Кстати, на диск, кто бы ни говорил, на диск напрямую воздействовать невозможно. Невозможно заправить грыжу, потому что давление здесь больше атмосферного. Можно только поправить позвонок. И через него, потому что они все срощены, немного воздействует на диск. Ну, в общем, выровняли позвонок. Не только тот, который как будто причиной, но и все позвонки. Мы их выровняли. Дальше человек должен заниматься, ну, мужчина-женщина, упражнениями для, чтобы туда шел кровоток, активировать микроциркуляцию, активировать общую циркуляцию крови. И выравнивать вокруг мышечный тонус. Потому что спазм остается даже после правки. Мышцы, привыкшие напрягаться, нуждаются в постепенном расслаблении ритмичном. Ну, собственно, для этого нужны упражнения. Мы поставили. Упражнения делаете. Все восстановительные вещи происходят. Они постепенно закрепляются. Ставить, конечно, нужно столько раз, сколько нужно. Там от 1 до 20. Ну, какая ситуация. Ну, в общем, от момента правки до момента забывания, скажем так, о ситуации проходит полгода или меньше. То есть забывание, это когда вы делаете, что хотите, вообще ни на что не оглядываетесь. Там прыгаете, бегаете, кувыркаетесь, наклоняетесь. Тяжело даже в наклонку поднимаете. Нельзя, конечно, ночью все делают. То есть за полгода. Хотя человеку пророчили операцию. Или даже еще меньше, если там ситуация не больно тяжелая. Насчет идеи закачать спину. Я вообще не знаю, откуда взялась эта идея. Но мне кажется, что с подачи Бубновского. Так вот, Бубновский, он сам мануальный терапевт. И он-то прекрасно понимает, что нужно сначала все выставить. И только потом что-то пытаться закрепить. То есть закачивать. А без манипуляций закачать. Вы представляете, позвонок стоит криво. Вот так вот все выдавлено. Вот здесь все пережато. Вот здесь боль. Вы что хотите закачкой мышцы сделать? Чтобы это еще со всей силы спрессовало? Ну, тогда бы те, кто разгружает вагон, они были бы самыми здоровыми. Закачали же спину. Я знаю одного парня, в 25 лет у него серия грыж 5 штук. Причем одна уже на операцию. Ему исполнялось 26, еще не было 26. Цемент разгружал. В такой позиции закачивать. Вы, конечно, поступаете как сами считаете нужным. Но я считаю, что смерти подобно. Вы просто убьете остатки прочности диска. То есть тянуть, это значит постепенно выравнивать, подавать кровоток. А закачивать, это значит вдавливать все как есть и вообще лишать остатков кровотока. И тогда бы вы, допустим, к нейрохирургу попали в 40, а так можете попасть в 30. Это достаточно серьезные вещи. Поэтому, насколько вы приблизитесь к выравниванию, а на моем канале достаточно информации, чтобы приблизиться или даже сделать все это самому, настолько же вы будете здоровы. Насколько вы попробуете другие пути, но это ваш опыт. И часто еще спрашивают, что делать самому. То есть, допустим, на МРТ выявили грыжу, позвонок вроде бы как бы понятно, что свернут, посмотрели там диагностику позвоночника видео, то есть понятно, что свернут, что делать? Ну там, допустим, нет мануальных терапевтов или кто есть, вы им не доверяете. Ну что делать? Тянуть. То есть, если вы не можете поправить руками специалиста по какой-то причине, и вы не рискуете трогать сами, а если грыжа больше 6 миллиметров, я бы не предлагал самоправки. Просто так или очень аккуратно. Так вот, что остается делать? Остается просто тянуть. То есть, тянуть, 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 чтобы постепенно расстояние между позвонками увеличивалось вот так вот легонечко. Растяжкой саму грыжу вы, естественно, не вправите, но растяжкой вы уберете спазм, а значит, хотя бы микроциркуляция пойдет. Растяжкой вы можете перекошенный позвонок хотя бы частично приблизить к нормальной позиции, уменьшите скрутку, плюс приближенный к нормальной позиции он уже даст хоть какую-то статику, то есть, допустим, могли полчаса стоять, и что-то делать. А теперь можете два часа. Благодаря постоянным растяжкам. То есть, турник, форма растяжения, вытяжение есть на трех валиках, вытяжение на струне, все это показано, оборудование простое. Можете заказать у меня, можете сделать даже, в принципе, сами. тянуть, 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 и когда вы подкопите с этого сил, я бы все-таки предлагал править.